Меня зовут Наталья, я приехала из Одессы 8 марта. Меня зовут Вита, я тоже из Одессы. Ну, я узнала о событиях в Буче, в Ирпине, увидела, какая ситуация в Мариуполе, и поняла, что, не дай бог, может прийти и к нам в Одессу, поэтому решила вывезти ребенка в безопасное место. Ну, нам повезло, что в первый же день, когда мы прибыли, нас привезли сюда, в этот центр, и нам сразу показали, где мы можем пожить, нам показали условия, поэтому, в принципе, мы сразу успокоились, что здесь будет безопасно, комфортно, и мы сможем какое-то время побыть в тишине и покое. Даже очень неожиданно, что люди очень отзывчивые и добрые, вот с тем, с кем мы сталкивались, всегда готовы помочь, и они как-то на самом деле прониклись в ситуацию, не то чтобы так в общем, а именно видно, что это все делается от души. Ну, здесь сразу нас встретила улыбающаяся Вероника, которая провела, показала, нам все объяснила, что любые просьбы, любые вопросы, которые возникают всегда, она на связи с нами, все, что там нужно, она все достанет из-под земли. Все, чтобы иметь население, это очень важно, чтобы они убили, что они здесь, что она состоит из наш рода, до самого начала, когда она пришла сюда. Когда у нас случилось, мы увидели, что там нет места, где мы находимся, те женщины, с children, мы решили что-то уложить квартиры от нашего собеседника и от женщин, которые оттуда от этого. Точно нечего, поэтому мы стараемся помогать друг другу с детьми, с какими-то событиями совместными, чтобы поддерживать и морально, и как-то не падать духом. Благодарны за помощь, которую предоставляют другие страны, и надеемся, что это поскорее все закончится. Верим, живем верой в это.